всем привет меня зовут илекс и это айти борода шорс эксклюзивный формат для и него и club в котором я вместе с гостями пытаюсь раскрыть для вас суть технологии языков программирования чтобы вы лучше понимали куда пойти куда податься сейчас вот прямо сейчас у меня в гостях юра зайцев очень приятно юра python software инженер из епама и расскажет нам как не удивительно про пайтон прежде чем приступить к пайтону расскажи пожалуйста про то где ты учился и как попал в епам ну слушай я вообще сам из Гродно хорошо что не из Могилёва предыдущие два человека были из Могилёва блин странно конечно у нас вообще из Гродно довольно много программистов я даже удивлен начальная школа была выбрана маман рядом с домом очень удобно она сама там работала но дополнительным преимуществом было то чтобы была уникальная возможность попасть в класс с углубленным изучением информатики в начальной школе да де-факто оказалось что это такая базовая компьютерная грамотность пришли на клавиатурном тренажере что-то там понабирали порисовали в пейнте и в бомбермена гоняешь тоже было весело но особо много я для себя конечно не изолёт зато меня отец работал и работает инженером конструктором на заводе немножко с программированием знаком с микроэлектроникой знаком и уже в начальной школе у меня был интересный опыт программирования на микрокалькуляторе были такие советские здоровые штуки весом примерно в килограмм можно было программировать на некоторых да и есть калькулятор электроника инженерная вот у некоторых были аккумуляторы правда работали не наверное где-то часов шесть примерно то есть хватало чтобы там из своего бюро схватить донести программу до дома и в розетку включиться что-то такое ну с точки зрения там компьютерной техники это штука очень базовая что типа там 46 регистров команд 80 наверное в память вмещает на этом все но какие-то мини игрушки можно было написать поиграться писал быки и коровы было интересно но все-таки сложновато тем более в начальной школе компа своего на тот момент не было потом я пошел в гимназию гимназию уже было получше скажут такое было было сложновато особенно в начальной школе такие ясно спасибо я пошел не 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 все нормально все нормально все окей не уходите да чуть чуть более серьезно начал заниматься уже когда базовое образование получал там в школе были компы более-менее были информатики я даже пытался немножко на олимпиадки какие-то ходить не скажу что сильно успешно наверное потому что не слишком был замотивирован вот когда легко дается ты как-то не хочешь дополнительно в это вкладывать время когда непонятно зачем ты это делаешь ну типа я не знаю насколько ты знаком с олимпиадным программированием как чуть-чуть из рассказов ну да ну там есть такая тема ты можешь допустим месяц перед олимпиадой готовится там не алгоритмы учить еще что-то а учиться максимально быстро набирать их для того чтобы пока у тебя будет минутка проверить оборудование или что-то быстро накромсать себе какие-то базовые штуки с которых ты потом можешь собрать решение задачи мне вот это вот очень не нравилось зубрежка поэтому наверное особо сильно я себе не показал вот но зато для себя я писал довольно много было очень интересно в школе писали на паскале отец еще basic показал мы с ним как-то не сложилось с паскаля плавно мигрировал на дэлфи тоже в школе но я увидел тому кнопочки можно делать окошки классно ничего себе вот зачем это все нужно поэтому пошел багуир начал учиться на какой кафедре учился не кафедре сеть ксис ксис вычислительная машина системы сети странно солидно знаю багуш на багушников у нас тоже любит фпм вполне вот в универе была сишечка до сих пор довольно тепло не вспоминаю вот писал довольно долго на сишке причем в самом универе я с ней познакомился буквально за месяц наверное я так базово и выучил после этого универе было уже не очень интересно на этих лекциях сидеть довольно легко это шло в какой-то момент наверно было где-то начало второго курса я так задумался типа блин наверно неплохо поработать по чуваки некоторые вокруг уже что-то делал деньги какие-то зарабатывают надо мне попробовать но на сишку работу найти для студента было довольно непросто то есть там обычно такие мастодонты сидят в компаниях которые знают все там все стандарты чуть-чуть ли не 70-х годов да довольно сложно было втянуться я подумал блин надо что-то более попсовое шоу на курсы по сишарпу вот какое-то время получил сишарп когда пришел это конечно был шок потому что после си ты приходишь господь что так можно было можно было память не освобождать да господь целая дешка на себя за курсы курсы но частные курсы не суть вот попытался после этого работу по сишарпу найти но что-то как-то не сложилось тоже в универе на одном из предметов там нужно было работать с периферийными устройствами компа там с шинами разными интерфейсами я тоже по стандарту начал писать на си под линукс потом смотрю ребята рядом сидят на пайтоне пишут и буквально как орешки щелкает 20 минут лаба 20 минут лаба я думаю блин что-то подозрительно слишком быстро пайтон пайтон чё за язык такой когда появился для каких целей как развивался появился давно вообще это язык авторский разработал в свое время конкретный человек гвида ван россу нидерландец первые идеи у него появились помог году эдак восемьдесят девятом на то время задумка была больше на поиграться примерно как руби возникал тоже там математику забрело голову а дай-ка попробую написать и написал тут похожая тема была реально первый релиз который публично стал доступен был по моему девяносто четвертом или девяносто пятом году поэтому версии 1.0 вот он работал не с нуля он пытался в разных языках которые он уже использовал найти какие-то классные штуки все это вместе с агрегировать в частности язык и биси такой был процедурный смол ток сейчас уже не очень популярны на свое время это было по моему один из первых языков который поддерживал оп вот и даже по моему в книжке про паттерны банды четырех там примеры на смол токе и на чем тогда по моему да ну вот смол током тоже использовал как основу вот ну и после этого в принципе все довольно быстро завертелось то есть в двухтысячном году по моему был релиз 2.0 сильно переработаны потому что 1.0 на современный python был очень слабо похоже то есть там были какие-то моменты с значимыми отступами еще не некоторые штуки но в целом не слишком похож управление памятью было совсем другое вышел 2.0 вот он стал уже очень популярным довольно долго развивался и затем вышел 3.0 я уже конкретных дат не помню но тоже где-то там по моему в двухтысячных вот по факту 3.0 на 2.0 довольно сильно похож но его выпустили потому что набралась такая критическая масса неудобностей в языке которая при исправлении ломали полностью синтаксис ломали не только синтаксис но и внутренние какие-то штуки и ломали совместимость версии несовместимы переехать со 2 на 3 накопилось довольно много фичей которая хотела заимплементить на которые ломали совместимость обычная ситуация для поэтому несовместимость мажорных версий лет только 2 2 3 версия такая что поэтому всего три версии когда четвертая выйдет у нас к и все будет несовместимая ну наверняка то есть мажорная версия всегда поднимается когда делаются какие-то несовместимые изменения но ближайшее время помочь 4 версии думать вчера ну просто в дотнете например ну да в дотнете не запариваются так сильно да нет попасть на третье ветка активная что пишут на пайтоне в основном сейчас на пайтоне пишет вообще вообще можно писать по факту все то есть язык общего назначения да да очень универсальный есть очень много батареек то бишь готовых фрейморков которые готовы решить тебя практически любую задачу батарейки прикольно да батареи included знаешь такую фразу вот вот это оно вот то есть ты с конструктора можешь собрать систему практически любого назначения вплоть до довольно экзотических допустим если очень хочется можно микроконтроллера на пайтоне программировать это не скажу что сильно распространено но опять-таки если если хочется если есть настроение можно попробовать вот основные основные вообще направления наверное где его используют это в первую очередь в очень быстро девелопится все время деньги поэтому очень классно получается его использовать очень любят дата-сайентисты и машин-лернеры ну язык очень высокоуровневый опять-таки все можно быстро набрасывать часто используется в целом автоматизация любого рода автоматизация бизнес-процессов даже обычных из обычной жизни каких-то процессов для себя тоже очень легко из основных наверное вот так какие самые популярные фреймарки для всех этих направлений используются для чего они да окей начнем наверное сват тут я возденный я я вообще клубы так немножко скептически отношусь просто не знаю насколько корректно так говорить но комьюнити python очень грубо можно разделить на две категории джангисты и все остальные джангисты и core python просто это джанга это наверное самый популярный фреймворк для веб-разработки и у меня такое ощущение что он пытается захватить мир то есть он он пытается решать абсолютно все задачи причем дело достаточно успешно вот то есть все что нужно для написания любых общем-то любой сложности веб-систем там есть но кроме этого есть куча альтернатив попроще под разные задачи есть фласк есть и его http fast и пиа и в общем на любой это все под веб это все веб но монополист по факту сейчас не скажу что монополист просто это как правило выбор по умолчанию на то есть если у тебя на в чем в чем они отличаются до может пару слов джанга это очень комплексный фреймворк которым модулями расширения можно подтянуть практически любой функционал тебе нужна какая-то конкретная база данных там сто процентов есть под нее плагин там тебе нужно какое-то средство безопасности внедрить свои приложения сто процентов она где-то реализована тебе нужно только подтянуть все решается через джанга платой за это является во-первых то что нужно очень хорошо знать сам джанга то есть ты допустим можешь неплохо разбираться там в том методе шифрования или еще чего-то который тебе нужен для того чтобы использовать этого джанга ты должен знать какие интерфейсы там для этого есть как это подключить как правильно настроить вот ну и сам по себе он довольно тяжелый с собой тянет очень много всего и не всегда это нужно и полезно поэтому есть много разных других альтернатив тот же фласк он гораздо более легковесно не пытается захватить мир то есть он решает основные проблемы там маршрутизации запросов то такие вот штуки вот как-то так плюс есть еще довольно большое различие веб-сервер вообще любого приложения но по умолчанию многозадачная много пользователей стучаться пытаются сделать тебе соответственно более или менее параллельно нужно все эти запросы обрабатывать причем быстро и то есть мультитаскинг и для решения этой проблемы есть разные подходы то есть есть там использование трэдов процессов использование синхронности когда внутри одного потока исполнения у тебя сами задачки переключаются быстро между друг другом пытаются по максимуму использовать вычислительные возможности ядра процессора вот и есть допустим фреймворки которые заточены именно на работу с асинхронностью сейчас модно молодежно вот все хотят high performance high latency high throughput вот и там это довольно довольно классно реализовано вот примера а его http или fast ip для машин лернинга что популярного есть для машин лернинга я сам от машин лернинга немножко далек но в целом перед машин лернингом и когда он начинает свое обучение в обычно стоит выбор типа java или python раньше было больше джава сейчас все таки на плюсах на плюсах машин лернинг да ну не думаю не слишком сильно особенно начинающие вряд ли сейчас больше такие тренды начинают писать на пайтоне потом если вдруг где-то не хватает там производительности или что-то в таком духе какие-то компоненты там потихоньку в джаву выносят еще как правило на пайтоне по фреймворкам есть очень большая такая штука scikit-learn это целая компиляция различных инструментов для машинного обучения для построения нейросетей в научной деятельности очень используются классом scikit типа science тут улсет science kit вот tensorflow я тут боюсь соврать он сам по моему не на python написано на чем-то низкоуровневым или силе c++ но имеют очень классный раппер для пайтона очень удобно его использовать это собственно низкоуровневые вычисления тензорные которые в нейросетях используются есть керос керос дополняет tensorflow и другие низкоуровневые библиотеки позволяют очень быстро прототипировать нейросети уже готовые для 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 конкретных применений пандас тоже ваша да то есть я я бы это больше дата science отнес ну да дата science machine learning два больших очень популярных фреймворка numpy pandas numpy это матричное вычисление все что с ними связано он очень быстрый тут есть такой момент он вообще не то чтобы на пайтоне написано ну пайтона просто есть такая особенность к нему можно писать расширение на сишке ну или на c++ если хочешь это делается обычно когда нужна очень высокая производительность но при этом ты хочешь иметь классные удобные интерфейсы пайтона вот поэтому код пишется на сишке потом специальным образом может быть импортирован в python вот numpy написано на сишке и очень быстро может быть делать любые вычисления на матрицах pandas это но он написан на основе numpy поверх него и предоставляет более высокоуровневые абстракции дата фреймы уже как для для конкретного использования ты сам работаешь с чем в питоне в пайтоне потому что сказал что не любишь веб ты не работал с машиной я я попадаю в такую широкую группу людей как python core то есть это это наверное все остальное в принципе я могу сделать всего понемножку то есть допустим на текущем проекте мне нужен но основная задача наверное это было построение детей ли на основе там направленных а цикличных графов там бла-бла-бла не зря учился бы вы сложные штуки вот но даже на нем допустим не пришлось там какие-то пишки писать еще чего-то ну то есть универсальный пайтона разработчик если говорить про особенности пайтона как языка на чем он жиждится какие какие стратегии разработки поддерживает то есть парадигма о п или барина до принципы как крутится код как запускается тоже интерпретируемый язык интерпретируемый но там есть свои сложности вот не сильно углубляясь обо всем этим окей в первую очередь наверное стоит про память сказать и управление памятью то есть поговорят что python это язык с динамической сильной типизации что это значит динамическое это значит что тип данных которых будет храниться переменной определяется тогда когда вот переменную эти данные поступают ты не должен заранее его объявлять и более того по ходу исполнения программы его можно изменить то есть допустим ты сначала положил в переменную там int какое-то число свое потом строку потом еще что-нибудь вот довольно удобно сильно означает то что если ты у тебя есть объект какого-то типа тип самого объекта изменить нельзя то есть допустим в сишке или все плюс плюсе типизация слабо это значит что например я могу положить в память какое-то большое число а потом с помощью языка программирования сказать так у меня здесь в этой области памяти теперь лежит не число лежит какая-то сложная структура в этих битах там такое-то поле в этих битах такое так далее или там прочитать число как строку и так далее в python такого делать нельзя в принципе то есть это считается небезопасным ведет к ошибкам поэтому такая возможность на уровне синтаксиса это отличие в объявлении на уровне синтаксиса сильную и слабую типизацию наверное увидеть нельзя вот то есть в сишке есть специальные вызовы касты называемая вот не надо но ты же говоришь что можно в python в одну и ту же переменную класть и на строке здесь просто нужно разделять понятие переменной и понятие объекта который в этой переменной лежит то есть переменная это как бы ярлык на какой-то объект и в ходе работы программы объект который лежит по этому ярлыку может изменяться и причем он может быть разных типов при статической типизации такое запрещено то есть допустим фишки если объявил переменную сказал что здесь у меня лежит там целое число там размером 64 бита значит пока программа работает больше ничего туда положить не могу только такое число а вот в python реализовано автоматическое управление памятью это значит что можно спокойно создавать объекты не париться что они там будут висеть до скончания веков все очищается автоматически как-то так парадигма языка парадигма при мульти парадигмальный мой мульти парадигмальная наша любимая на как хочешь так и пишу присутствует как вообще как хочешь ну не совсем прям совсем но в принципе можно процедурно использовать то есть если в джаве допустим op поддерживается даже чтобы объявить просто программу сказать что у меня здесь что-то будет исполняться нужно создать класс то в пайтоне хотя op поддерживать это необязательно то есть если тебе нужно можешь просто функции писать друг друга и их друг из друга вызывать все будет нормально соответственно op сейчас без опа никуда если очень хочется в принципе есть функциональная но в целом превалирует опешный подход сейчас да да просто так в бизнес сегменте проще всего дешевле если оценивать от 0 до 10 сложность вхождения в python как джуниор разработчика как джуниор разработчик на пайтоне от 0 до 10 сколько ты поставил на фоне других языков это как-то на фоне других языков от чего от чего хочешь субъективное мнение оценку не знаю максимально просто ну то есть суть в чем у пайтона очень простой синтаксис и в целом программа на пайтоне как правило может читаться просто как более или менее связано английский текст то есть если сразу знаешь рубисты тоже про это говорят но тем не менее ну руби кстати тоже порог вхождения довольно низкий ну короче четверочку троечку можно поставить а я думаю вполне ниже четверочки хорошо давай теперь про обучение про обучение перво-наперро расскажи какие требования допустим ты бы предъявлял джуниор разработчику на пайтоне который к себе собесился окей вообще перед тем как бы говорить про пайтона разработчиков то есть вообще базовые требования к любому джуниор разработчику да вне зависимости от его языка нужно знать базовые алгоритмы структуры данных компьютер сайенс да да самый самый базовый что из себя представляет программа какие есть базовые алгоритмы какие они задачи решают как хранятся данные как выбрать как именно будешь заставлять пузырек писать ну пузырек вряд ли вот но про какой-нибудь хешмэп спосить по очкам и хешмэп хорошо да значит поверх этого нужно знать python что вообще значит знать python нужно знать синтаксис понятное дело но этого мало значит поверх этого нужно знать какие-то базовые соглашения то есть типа если синтаксис позволяет просто выразить твою логику в виде программы которую там интерпретатор python исполнит то соглашение говорят тебе как написать ее так чтобы другой программист легко это понял не мог изменить адаптировать как ему хочется в пайтоне в частности есть такой стандарт де-факто это пеп 8 который очень четко описывает как правильно писать код чтобы он легко читал со всеми остальными на практике стандарты могут быть и другие нам на каждом проекте свое но по дефолту им именно пеп 8 значит когда знаешь синтаксис умеешь писать код который правильно работает и понимается другими программистами нужно еще посмотреть немножко вокруг обвязка первую очередь это стандартная библиотека для для джуниора наверное не нужно в ней там досконально разбираться знать все уметь знать потом все методы которые там есть каждом модуле и так далее нужно в целом понимать что python умеет делать из коробки и куда тыкнуться когда перед тобой встает та или иная задача чтобы там не 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 искать где-то серпасе библиотеку или что-то значит вот здесь вот я могу найти решение ну и базовые фреймворки наверное внешне те которые не идут на стандартной библиотеки из коробки опять-таки то есть от джуниора не требуется как-то глубоко в них разбираться просто нужно понимать что в целом есть и куда посмотреть если перед тобой стоит какая-то задача вот еще отдельно наверное бы внес какие-то минимальные базовые знания по линуксу тут просто какая история python вообще кроссплатформенный на чем угодно может исполняться но в промышленной разработке так сложилось что в основном мы работаем на линуксе вот поэтому хотя бы чуть-чуть в этом стоит разбираться то есть так хорошо а джуну то какая разница если он придет ему прям скажу ставь линукс работа на нем вполне вероятно да то есть серверная по как правило работает все таки на линукс сервером нужно будет работать что что как минимум там настройки серверов все такое ну базовая то есть знать что такое командная строка да как запустить там не интерпретатор как про просунуть какие-то параметры какие-то файлы подкинуть бывает на собесах ребята которые приходят к пайтон джуниор и не знают линукса бывает то есть сидят чисто на windows и люди ну это не то чтобы очень строгое требование но хотелось бы ну окей что по поводу английского но не спросить английский ну тут в принципе я не знаю зависит наверное от компании а если мы говорим про ipam то в основном все таки на английский нужно знать потому что и заказчики как правило не местная и команды бывают распределенная поэтому ну хотелось бы какой-нибудь 2 если ты идешь на джанга на веб-разработку нужно ли те же темы лицесса знать ну желательно чем смысл иначе ну блин есть сейчас такие ребята вырастает целое поколение который говорит мы идем там допустим на джавус катер разрабатывать и но программиста перочите верстальщики типа ищите себе верстальщиков не если ты себя позиционируешь именно как джанга программист джанга программист все-таки хотелось хорошо какие книжки можешь посоветовать если читаешь книжки если нет то ресурсы какие-нибудь в интернете окей книжкам для новичков для новичков если совсем для новичков вот такой кикстарт сделать если в себе сомневаешься есть такая серия книжек headfirst вот в частности там есть одна по python в целом неплохая но очень базовая затем есть так называемая библия python программиста это марк луц изучаем python такая довольно длинная но очень классно все разбирает относительно глубоко после того как с ней разобрался и базу в принципе все представляешь возможности языка это такие вот штуки есть еще пара книжек это fluent python и clean code in python я к сожалению авторов не вспомнил их очень легко найти вот fluent python она показывает различные интринсики по этому то есть интринсики да сейчас я попытаюсь формулировать то есть как какие возможности не очевидные поэтому предоставляет и как решать определенное базового уровня проблемы наиболее характерным для python образом наиболее эффективно без практики что-то вроде того то есть он раскрывает моменты очень полезные которые предоставляют python из коробки даже на уровне синтаксиса объектной модели но которая скорее всего ты пропустил когда начинал знакомиться с языком но clean code in python это в общем-то clean code с примерами на python да что-то вроде того хорошо конференции какие-нибудь может конференции слушай вообще я довольно сомнительно отношусь конференциям как к источнику знания особенно для новичков то есть это такая веселая тусовка которую можно найти классных ребят вот вообще самая классная конференция это пайкон usa я на ней даже как-то был к сожалению только как участник не как докладчик вечер вот там тоже там бывают довольно странные разгоны довольно такие местечковые которые не всем полезны но в частности там очень часто выступают корр разработчики то есть те люди которые занимаются развитием синтаксиса и кроме того развитием стандартного интерпретатор оси пойду а вот там можно почерпнуть что ждет интерпретатор в ближайшем будущем какие проблемы перед ребятами стоят такие чуваки как безли например выступают вот ну есть еще аналоги есть европейский пайкон и есть еще местечковая допустим российский даже белорусский есть если очень хочется вот но в целом я немножко скептически к теме отношусь тогда сообщество комьюнити в телеграме еще куда податься комьюнити смотри есть епамовская комьюнити если очень хочется но для начала стоит наверное вступить епам то есть без вступления в епам туда не попадешь пока что нет то есть когда-то к вам можно будет вы откроете когда-то когда-то я почти уверен что да могу посоветовать несколько сайтов если если интересно в первую очередь python.org ну звучит наверное странно но штука в том что у пайтона просто прекрасная документация гениально составленная очень подробно и кроме там референса да типа как как устроена стандартная библиотека что там есть там есть очень много обучающих материалов если например туториал и в принципе если ты этот туториал полностью прошел можешь считать что там на джуна ты пайтонс дашь то есть он покрывает все там базовый синтаксис всю стандартную библиотеку вот какие-то best practice и базовые такие вот штуки ну и плюс не знаю насколько релевантно на урайли и линктыне очень классные есть материалы урали к сожалению платный линктын там опционально платный вот но если хочется углубиться именно там в каком-то интерактивном формате вот это очень классная вещь как по работе спай там джуниор специалистами востребованы вообще сейчас я мне довольно сложно говорить про глобальный рынок в целом да то есть легко даже отследить допустим по количеству вопросов на стак оверфлоупом пайтон даже в этом году лидирует не потому что пайтон такой очень сложный и коряво работает просто потому что язык популярный вот на белорусском рынке тоже вполне в частности и пам сейчас очень активно хайрит в том числе джунов вот мы довольно сильно расширяем именно пайтон экспертизу поэтому да все довольно европейские европейские тоже вообще не могу точно сказать но в определенных локациях да то есть допустим нидерландах я знаю спрос довольно большой хорошо и последний вопрос за что ты любишь поэтому beautiful python explicit and simple в общем-то почти полностью описывает очень лаконичный язык очень простой очень быстро пишется но реально очень про простой код очень просто выглядит очень просто читается и огромное количество батареек то есть в принципе какая бы задача перед тобой не встала ты можешь сходить на python package индекс это глобальный репозиторий открытые пакетов python скорее всего за тебя ее уже решили наверное так мы универсальность можно практически зная python если ты хочешь допустим мигрировать из какого-то одного домена идти в другой допустим занимался веб-разработкой тебе вот нейроночки зашли ты решил туда посмотреть можно очень быстро и легко мигрировать хорошо спасибо спасибо тебе спасибо еще раз юра с нами был юра зайцев team lead и python software инженер компании и по вы только что просмотрели айти борода шортс эксклюзив для него и клаба оставайтесь с нами обязательно следите за обновлениями подписывайтесь своих бабушек дедушек братьев сестер регистрируйтесь следующий выпуск у нас будет про мануальное тестирование так что будет круто все всем спасибо пакедова и напоминаю вам что у нас есть замечательный дискорд сервер на котором течение недели после этого выпуска после его выхода вы сможете задать свои вопросы спикеру и поговорить с ним лично так что присоединяйтесь к нам на дискорд сервер ждем вас там ссылочка в описании а